Охота на фельдмаршала, или, проще говоря, советские военно-воздушные силы против Эриха фон Манштейна. Друзья, ссылку на полную статью оставлю в описании под видео. Поехали! Во время своей командировки в Крым, а такая и имелась, как говорят историки, будущий, еще в то время будущий фельдмаршал Эрих фон Манштейн дважды был на волоске от гибели. И вот об одном из таком примере поговорим сегодня. Но ему, в принципе, не повезло. Я в том плане, что он выжил, он остался жив, а также застал гибель Третьего Рейха, как, в принципе, надо упомянуть, что он застал и ранее гибель самой Германской империи, которая тогда уже имела место в 1918 году. Но наш героичек Манштейн, с детства воспитанный такой, скажем, в прусско-военной кастовой среде, крайне очень сильно раздражала его зависимость от каких-то вообще итальяшек, которые еще и что-то там смеют себе требовать. И вот, такая вот у нас с вами фишечка, история. В начале июня в Ялту прибывает первый немецкий торпедный катер С-26, так называемый Шнельбот. То есть, вспоминаем оговорку Манштейна, который был единственным, скажем так, вообще судном нашего флота. Так он говорил в свое время или там писал в своих дневниках. Поэтому немецкий главнокомандующий, пригласив также итальянцев, потому что так и надо было, отправляется на морскую прогулочку, чтобы утереть нос своему итальянскому союзнику. То есть, похвастаться, попонтоваться, как говорят сегодня. Но не исключено, что часть экипажа, катера, оставили на берегу. Почему? Ну, для того, чтобы разместить всех пассажиров, так называемых гостей. А также, понятно, чтобы освободить больше пространства и места, убирают запасные торпеды с палубы, потому что планировалась только чисто приятная по ветерочку морская прогулка. Знаете, там в глубоком толу захотелось прогуляться. Ну, и вот фишка тронулась, карусель закрутилась. Сокращенный вот этот вот экипаж, а он уже был сокращенный, как мы понимаем, занятый был именно обслуживанием пассажиров, как будто на круизном лайнере, просто прозевал воздушное нападение. А теперь взглянем на произошедшее чуть-чуть с другой стороны. Вот у нас с вами прогулочка, а в это время, как вы знаете, камера отъезжает, и происходит следующая комбина. Сейчас перед нами на сцене возникает герой, такой вот русский военный летчик, летчик-истребитель, также в будущем герой Советского Союза Авдеев. Благополучно проведя разведку Авдеев со своим ведомым, а именно это было, скажем так, два самолета Як-1 в то время, они на обратном пути, когда возвращаются в район Ялты, смотрят вниз и вдруг замечают. Вот что пишет он. «Я вдруг отчетливо увидел на синеве море белые такие вот буруны катера. Он шел с довольно такой большой скоростью, и, насколько я знал, таких судов немцы здесь не имели. Значит, штабной. Так как условия были идеальны для внеземной такой внезапной атаки, Авдеев решил все-таки рискнуть со своим напарником. Как говорится, сказано – сделано». Он пишет дальше. «Что делать? Еще минутка, и на катере нас заметят». Эх, была не была. Оглянулся, посмотрел влево, посмотрел вправо, небо чистое, нормалек. Я перевел самолет в пике, поймал прицел катер и нажал гашетки. «Белый на стил катера окрасился кровью. Метнулись и рухнули на палубу темные фигурки. Щепа брызнула обломками по волнам. Выходя из пике, обернулся. Пушка и пулеметы ведомого били точно по цели. Я бил, и он бил. Били вдвоем. Повторяем еще один заход. Катер густо задымился. Кажется, ему кранты. Снова ложимся на курс». Так пишет Авдеев. Позже уже Манштейн в своих воспоминаниях запишет. Почему запишет? Потому что логически предположить, что он выживает. То есть, везучий черт, так сказать. Катер загорается. Это было крайне опасно, говорит он. А у Авдеева катер густо задымился. Так, потому что горела солярка. Итак, вызвал оттуда хорватскую моторную лодку по связи, которая приехала к нам и отбуксировала нас в порт. Так пишет Манштейн. Таким образом, на катере начался серьезный пожар, и он лишился своего хода. А ведь небольшой деревянный итальянский катер был бензиновым, в отличие от дизельного немца, который и по своим размерам мог гореть гораздо дольше. Таким образом, друзья, представляется мне, что пара Авдеева, закончив разведку в районе Ялты, в глубоком немецком тылу, разворачивается на Севастополь, недалеко от берега, и замечает этот вот самый корабль. Черное море до этого просто, скажем так, его не было видно. И вот он появляется на арене. Его торпедные аппараты спрятаны на собой надстройки, они не видны, и в отличие от открыто расположенных торпед у итальянцев. Поэтому Авдеев принимает его за штабной, и невзирая на прямой запрет, все-таки атакует, возьмем так в кавычки, вот эту вот жирную, такой приятную цель. Советские летчики в 60 километрах от Севастополя, и их главное оружие, это добытая информация, поэтому они совершают только два стремительных захода, и после этого, конечно же, уходят. Ведь может на немецких аэродромах уже взлетела, например, красная ракета, и мессеры выруливают на старт. Манштейну повезло, это факт. А может быть, а может быть, друзья, он просто был вместе с капитаном в рубке катера, которая у немцев была очень грамотно бронирована. Продолжение следует...